В общем, всем привет! Это мой второй влог, который я снимаю, наверное, не слишком привычно видеть меня в таком виде. Решила снять день рождения своего брата, ну и подготовку к этому дню рождения, поэтому можете посмотреть на меня в таком вот виде, практически без макияжа и без волос. Ну и сейчас все это преобразится. Сейчас покажу прическу, которую мы можем делать. Ну, если я найду, конечно. Нет, я за фотографией такой. А, нет, у хоса. Хосой есть. Да. Ну, что рассказать про хвост? Вот он живет отдельно в своей жизни от меня. Да, периодически приглашается. И периодически он, мы с ним становимся единым целом. Также есть коса, она тоже живет отдельно. И просто пряди. Я не знаю, как выращивать волосы. Мои волосы вот не очень длинные. И так, в общем... Хотят выращиваться. Они всю жизнь такие у меня, на одном уровне длины. Поэтому приходится перебегать к дополнительным методам и средствам. К женским и к женским. Если вы знаете, может быть, средства как быстрая отрасль с волосы, то я была признательна за информацией. Потому что я только к этому догадалась прибегнуть к методу. Тут одна девушка тоже писала, кстати. Очень хорошо в шампунде вам было таблетки мумио. Что за мумио? И тогда волосы очень хорошо быстро растут. И мало того еще. Такое качество волос лучше. А почему мы так не делаем? Марин, потому что хранила тайну, пока ее не стали с поличным снимать. Даже еще не попробую. Ну, как бы ты сначала, Марин, попробуйте, а потом предлагайте. Это тебе будем испытывать, Марина. Вот это мужчина. Привет, красавчик. Тема, скажи привет. Привет. Привет, Тема. Какая тебе, милая? Вот все. Ну что, праздник? Там все увидите на самом празднике. Я не знаю, будет ли там весело или нет. Но должно быть. Слушайте, я не думала, что 20 лет вперед, мне будут себе волосы. Сейчас, наверное. Это вот все. Это мои волосы. А как определить, хвост это или волосы свои? Никак. Никак не определишь? Абсолютно не. Только вот если я не расскажу. Ну, отвалиться они не могут, потому что их очень сильно крепят. Вот, ну, голова может начать болеть. А если бассейн кромить? Ну, я не пробовала никогда прыгать в бассейн. Ну, ничего не будет, они никуда не делали. Потяжелее за счетом, как больше. Праздник будем мы проводить. Гостиница Лота. Ну, по многим причинам. Потому что я амбассадор этой гостиницы. Это не дает мне никаких абсолютно преимуществ. Просто такое красивое название. И вот так. Поэтому там. Ну, посмотрите заодно гостиницу. Она очень красивая. Да, вот так лучше. Это на латыни, значит, в моем сердце. Ну, вот мы уже практически закончили. Я думаю, видите, лучше стало, чем было. Намного. И сейчас мы уже будем выезжать потихоньку на место. Обычно мы собираемся всегда минут за двадцать. Ага, ну да, можно. Дорогой мой брат, я тебе желаю здоровья. И тебе желаю мужества. Желаю тебе благоразумия. Ну, и желаю тебе, конечно, просто, чтобы ты был счастлив. Для меня это важно. Пожелаешь мне Владик, пожалуйста? Владик, что не пожелаешь? Владик, ну, что тебе желать? Ты же у нас, господи, самый продвинутый, самый обаятельный, привлекательный. Владислав, я тебе желаю только в твоих этих амбициях замечательных, достойных тебя и твоей семье, преуспевать, преуспевать, преуспевать. Мы все за тебя болеем, ты нам всем очень нравишься, ты достойный молодой человек, и мы, в общем-то, за тебя выпиваем. Спасибо, Владик. Звучит очень хорошо. Так, как ты это все затарапировала? Ну да. Так, пойдем еще к кому-нибудь сходим. Так, Александр, пожелаете что-нибудь с Владикой, пожалуйста? Я желаю Владику, чтобы все его мечты исполнялись не сразу, чтобы прошло время какое-то небольшое, и исполнялись. Чтобы он был счастливый, здоровый, чтобы все у него было хорошо. Так, можете пожелать Владику, пожалуйста, что-нибудь? Вот сюда, на камеру. Ну, пожелать. Прежде всего, пока что слушаться маму. Давайте дальше. Не надо так торопиться взрослеть. Пусть вот детство у него побольше побудет. То есть он взрослый, но еще не очень взрослый. Нет, не надо торопиться. И голосовать еще нельзя. Только паспорт можно спеет быть взрослым. Паспорт, да, уже будем получать. Пусть пока побудет ребенок. Он торопится жутко. Не надо спешить. Ну, мое мнение, я ему уже один раз говорил, и с удовольствием это напомню. Спорт, обязательно нужно позаниматься спортом. Отличный вид спорта самбо. Пример. Влад любит политику. Вот пример политика. Один из самых удачных политиков в России. Это наш президент, он занимался самбо. Владу тоже рекомендую заниматься самбо. И команда там хорошая сформировалась. Тоже все спортсмены бывшие. Стремиться есть к чему. Ну, ему все равно не понравится, что я скажу. А ему все не понравится. Потому что главное – учиться. Вот он еще до сих пор это не понял. Что без образований. Ну, не как Ленина. Учиться надо хотя бы просто учиться. До сих пор еще не понимает, что образование – это главное. Надеюсь, поймет. Субтитры сделал DimaTorzok В первую очередь хочу сказать, выразить вам огромную благодарность за то, чтобы все сюда пришли, к нам, как, я думаю, надеюсь, что наши друзья и как друзья моего отца. Мы всем очень рады вас здесь видеть. Потому что проводить такие большие праздники в кругу друзей и близких – это очень важно. И не хотелось бы, чтобы так повторялось из года в год. Конечно, понимаете, бывают всякие разные ситуации в жизни. Вот такая, как у нас. И могу сказать, что все люди за этим столом, которые здесь сейчас находятся, они оказали нам очень огромную поддержку во всей сферах. И хочу от всей души вас поблагодарить. Также, ну, сегодня вы сделали вечер для всех вас, поэтому отдыхайте. Не надо быстро расходиться, потому что у нас еще только даже не середина вечера. Вот. То есть мы спать, спасибо уже. Я сейчас еще концерт устрою и спою. Вот сейчас будет концерт. Вы разговаривайтесь. Вот. Спасибо вам за то, что пришли. Вот. Мы вас все, всей семьей своей, очень любим. Надеюсь, это взаимно. И давайте продолжать, кстати, праздновать. Спасибо вам за сегодняшний вечер. Спасибо, Владец. Владец. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok